Герман Шапарев Моё глупое удаление в чужой зоне пропустили, и второй гол очень легко пропустили. Вы сейчас так сказали, моё глупое удаление, с некоторой претензией к самому себе, при том, что вы сегодня оформили дубль, две заброшенные шайбы. Не довольны своей игрой? Лично своей игрой? Своей игрой нет. Я должен приносить не только в нападении, в пользу команде, а во-первых, не пропустить и попытаться забить. У вас, кстати, две заброшенные шайбы в большинстве, и вы оба раза были на льду. Вы, получается, в спецбригаде один из основных игроков? Да нет, но у нас как бы вот я недавно приехал перед домашней серией с Сарой Арковиной. Как бы только ещё находим связь, наигрываем. Как бы со Стасом играли в Устинке, а с другими ребятами наигрываем с каждым днём. И такой вопрос по хумо. Что самое сложное в этом сопернике? Ну, соперник хорошо играет. Массеровитые ребята, бегут. Даже я бы отметил четвёртое звено ребята, которые в масках очень понравились. Видно, что ребята заряжены, на каждую смену выходят и кусаются. Молочки. Да, кстати, вот в четвёртом звене, который вы отметили, там вот Чурюканов Иван, он тоже отметился дублем и тоже прогрессирует каждый матч. Да, молодец парень. Спасибо, удачи. Спасибо большое. Счастливо. С нами нападающий хоккейного клуба Хумо Иван Чурюканов. Иван, поздравляю с победой. Как прокомментируете игру? Спасибо большое. Тяжёлая игра была. Несмотря на счёт, соперник достойный. Повезло, что забили свои моменты. Вы сегодня оформили дубль. Как прокомментируете это? Слава Богу. Перед матчем я вас видел на арене, вы обещали забить сегодня нашему техническому администратору, а забили сегодня вообще два гола. Как прокомментируете этот побед? Получается, переработал, но хотел очень забить. Была небольшая травма. Повезло. Вы что забили? Если можно, получается, что вы третью шайбу специально не забили? Когда вы проявили? Я очень хотел её забить, но она почему-то не шла в ворота. Да, вопросов много. Ваня Чурюканов, а также Павел Синявский сегодня оформили дубль. А кому отдали победный шлем лучшего игрока? Мне. Снова, да? Традиция продолжается. Было видно, что дико настроены на хитрик сегодня. И вот два было классных момента, не удалось забить третью шайбу. А вратарь здорово сыграл или что-то не получилось при броске? Ну, первый свой момент, когда я убегал в ноль и попал в штангу, а потом подвела точность моего броска, надо над этим поработать. Реализация, да. А как-то отдельно реализацию мы отрабатываем, потому что в прошлых сезонах у нас была беда с буллитами. Мы всегда проигрывали по буллитам. В этом сезоне у нас по буллитам всё чётко, и вот видно, что ребята здорово прибавили. Какая-то специальная работа ведётся? Тренера постоянно нацеливают нас на качество броска, чтобы мы в каждый бросок вкладывались на тренировки. Так что за этим тщательный контроль. А у меня, да, с буллитами проблемы. Проблемы, да. Первый период показал, что была абсолютно равная игра, и 2-0 был бы как-то не по игре. Второй период абсолютное, тотальное превосходство Хумо и общий счёт 5-0. Там что в перерыве тренер сказал? Ну, они немного замотивировали нас, сказали, что должны... Ну, у нас есть определённая тактика на второй период в зоне. Надо выполнять её. Мы её выполнили, и соперник, естественно, подсел. И вот, ещё моменты свои реализовали. Просто в предыдущие домашние матчи Хумо сразу начинает очень мощно огорашивать соперника. Здесь вот прямо видно было, что Октабе здорово подготовился, держал так вот. А вот в втором периоде просто не узнать было. Хумо вздавили, раздавили и там... Тренера мотивацию подняли. Таким, да? Мотивацию подняли. Мотивационная речь была. А третий период уже просто доигрывали? Ну, как бы не ошибиться. Также не отказывались от своей игры, играли в свой хоккей. По поводу вот не ошибиться, хотел зацепиться за такой момент. Сегодня три удаления. Не так много относительно, да? Но из трёх удалений две пропущенные шайбы. Бывает. Справимся. Да, нападающие почему не помогают оборонцам? Ну, я думаю, ребята, кто выходил, они старались. Просто так сложилось. Не всегда же получается, правильно? А пацанам вопросов нет. Все били, все хотели. Тренерский штаб никаких претензий как бы не выговаривал? Ну, в течение игры играть без ошибок невозможно. Тренера как бы подсказывали. Где-то кого-то как-то, в том числе и меня, старались подбодрить. И это игра. Тут без ошибок никак. Все. С дублем еще раз поздравляем. И очень хорошо, что сегодня не было хитрика, потому что в следующий раз есть к чему стремиться. Дай Бог в следующей игре хитрик. И еще один вопрос в продолжении мысли от Абека. То, что мы пропустили эти шайбы в меньшинстве, да, понятно, в меньшинстве. Но, а не привело ли самоуспокоение к этим удалениям и затем пропущенным шайбам? Вы заранее уже не записали себе в Актив в крупную победу? А, ну, может быть, где-то, да, подуспокоились. И из-за этого пошли какие-то вот эти оплошности. 5-0, дальше уже пойдет по накатанным, да? Может быть, где-то этот момент мы потеряли. Завтра ждем продолжения банкета. Будем собираться. Спасибо вам. Завтра за обеты.